Я думаю, многие понимают, что при пилении лобзиком фанеры, особенно поперек волокна, поперед укладки, зачастую образуются просто вырванные волокна и тому подобное. Ну, к примеру, допустим, вот здесь, вот здесь были. Я нашел несколько полезных советов, которые мы сейчас с вами проверим. Кстати, сразу скажу, какими пилками пилю. Это вот такие вот HSS пилки. Так это выглядит. Соответственно, они под деревом. Полотно предназначено для чистого и ровного пропила заготовка из древесины. Давайте сделаем небольшой тестовый пропил и посмотрим, действительно ли это так. Как я сказал, тестовый проход немного вдоль, а потом поперек. Вдоль без проблем. Поперек все же вырунные волокна есть. Естественно, я думаю, все понимают, что первый способ это пиление через клейкую ленту. Вот, немного отступим. Максимально сильно приклеиваем. Ну, а вот теперь гораздо лучше. Ну, хотя все равно, мелкие выщербники все равно есть. Поэтому такой метод, это только если... Такой метод только лишь бы, чтобы не повырывало сильно. Но что-то вот небольшое остается все равно. Я думаю, вы видите, да? Приступим к следующему. Следующий метод тоже довольно прост. Суть его заключается в том, чтобы сделать пропил верхнего слоя с помощью канцелярского ножа. Что мы сейчас и сделаем. Тут есть единственная проблема. Пропилить это ровно. И не отпилить себе палец. То есть, тот слой, который у нас как раз и будет выдираться, мы уже заранее разрежем. Сейчас попробуем. Но есть другая проблема. Сохранить дистанцию и пилить ровно на этом, так сказать, всей пропорции. Да, вот здесь есть на всей длине. Ровно пилить довольно тяжело, естественно. Но, тем не менее. Просто я еще на полувесу, так сказать, пилю. Здесь я немного отклонился от траектории. А вот здесь прям идеально. Вот это вот. Это действительно хороший рабочий способ. Вот этот советую. Перейдем к следующему. Следующий один из вариантов. Это использование пластика. Любого пластика, который можно использовать как подложку. Я возьму вот такую вот плавленную, так сказать, PET-бутылку, которую мы в предыдущих одних из видео ровняли. Делали вот такой вот лист пластика. Я уже заранее вырезал. Я сделал вот такой паз пропилки для пилки. Тупо звучит, конечно, но так и есть. Как же можно закрепить? Можно использовать, естественно, двусторонний скотч. Но я возьму просто, вот здесь проделаю отверстие и закручу этими же болтами. Ну и сейчас попробуем с нашим пластиком. Я, конечно, не уверен. Небольшие сколы все равно есть. Может быть, я немножечко неправильно сделал паз. Может быть, его надо было делать чуть поменьше. Но неважно. И осталась еще одна тема, которая максимально простая, которую вы можете только сделать. Но там с разметкой, на самом деле, будет туго. Сейчас покажу. Ну и последний, так сказать, секрет и эксперимент. Это пилить через проставку, можно так сказать. То есть вы можете взять фанеру, либо арголит, либо еще что-то, либо какой-то другой материал. Сейчас давайте проверим это. Но здесь, еще раз повторяю, довольно проблематично с разметкой. И начинаем пилить просто, так сказать, весь пирог. И давайте посмотрим. У нас здесь, кстати, есть удачный отступ. Ну, я думаю, блин, обалденно на самом деле получается. Мне кажется, что это самый действенный способ. Но единственное, вот затык в разметке. Скола нет вообще. Соответственно, вот закончилась проставка, пошел скол. Естественно, нужно прижимать. Я думаю, что вот это самый классный, так сказать, лайфхак. Но, естественно, у вас какой-то другой материал губится. Используйте, комментируйте. И не забывайте ставить какую-то реакцию. Дизлайк, лайк.